«Брест на перекрёстках судеб» – не первая книга, написанная Николаем Александровым. Но ещё не выйдя в свет, она уже вызвала неподдельный интерес у историков, краеведов и литераторов. Повествование проходит через призму жизнеописания судеб реальных исторических личностей, которые жили в XIX-XX веках на территории нашего города, были его знаковыми фигурами и создавали своеобразную летопись Бреста. Не хотелось писать какие-то сухие биографические очерки, насыщая цифрами, датами, сведениями. Хотелось оживить этих людей. И, по сути дела, все эти очерки – это оживление прежнего города через персоналий. Город XIX века, город XX века. Город – это люди. Не только здания, не только события, которые прокатывались через город. Здесь всё это воедино. И, в общем-то, география этих очерков, она не только на Брест замыкается. Это и Россия, это и Франция, это и так далее, откуда откликались родственники, добавляя документы, фотографии, сведения об этих людях, которые сюда вошли. Для нас и для читателей это, конечно, очень долгожданная встреча, потому что по независимым от нас причинам она откладывалась. Это у нас книжная презентация, презентация нашего Брестского автора, известного журналиста, чудесного поэта. Книга исторических очерков, которую, я думаю, в городе ждали многие, хотя вот вышла она в 2020 году в Минском издательстве Беларуси. Периодически планируем книжную презентацию, особенно тех книг, которые действительно вызывают какой-то резонанс среди наших читателей, среди горожан. Я еще повторюсь, эта книга действительно была долгожданная и такой своеобразный подарок для тысячелетия города. На презентации собрались читающие, а главное, действительно увлеченные историей своего города люди. Для каждого из них и выход книги, и сама возможность пообщаться с автором – долгожданное событие. Материалы, ставшие основой произведения на протяжении 20 лет, публиковались на страницах газеты «Брестский курьер». Сначала это были разрозненные очерки о выдающихся личностях нашего города. Впоследствии из этих ценных фрагментов автор как мозаику сложил свою книгу. В Бресте очень много любителей истории родного города. Книга готовилась, ну, я думаю, что все эти очерки, которые в нее вошли, они публиковались у нас в газете «Брестский курьер» на протяжении лет 20. Материалы собирались даже еще раньше, по крупицам, по каким-то обрывочкам, фрагментам и так далее. В итоге вот создалась такая книга, где ожили люди прежнего Бреста. Это педагоги, священники, люди разных профессий со своими судьбами, очень интересными судьбами, которые создавали славу нашего города. Жена генерала Карбышева Алиса, педагог русской гимназии Владимир Валенков, который учился в Петербурге с Мандельштамом. Мадам Вальска, девочка из Бреста, которая стала одной из самых модных и богатых женщин мира. Рассказ об этих и других личностях вы найдете на страницах книги Николая Александрова. Тираж составляет 700 экземпляров, и книгу пока еще можно найти в свободной продаже.